Всю свою сознательную жизнь Алла Пугачева прожила в России. Здесь поднялась на вершину эстрадного Олимпа, стала всенародной любимицей, которую любили и боготворили. А она клялась верности своей стране. Но клятву не сдержала и сбежала из России. Мало того, близкая подруга Аллы Борисовны Лайма Вайкуле заявила, что ни она сама, ни Алла Пугачева Советский Союз не любили, а просто его содержали. Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Мы столько денег заработали для тогда Советского Союза, что даже стыдно говорить. Зато нести чушь не стыдно, утверждая, что Россия им ничего не дала. Хотя именно благодаря нашей стране певицы обеспечили себе безбедную старость. Я стала благодаря Советскому Союзу артисткой. Я стала благодаря своей бабушке, которая пела в церковном хоре. Благодаря судьбе своей. Никакого отношения не имеет тут Советский Союз. Не стыдно обвинять Россию во всех грехах. И совсем не стыдно оскорблять обычных россиян, которые сделали Лайму и ее подругу Аллу звездами. Вот это такие рабы, ну, кратинные люди. Вы для меня никто. Я все время это хочется им повторять. Абсолютно неинтересные какие-то муравьи больше делают, чем вот эти вонючки. Тема рабов у подруг, видимо, самая больная. Пугачева тоже однажды назвала россиян холопами и рабами в своих соцсетях. Такое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрижещут зубами. Были холопами, стали рабами. Со своего бегства Пугачева почти ничего не комментирует лично. Ей более близок стал жанр эпистолярный. Например, этим постом она разразилась сразу же после своего последнего визита в Москву. И снова оскорбление в адрес тех, кто не одобряет поведение звездных семей. «Мешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». А далее были слова о том, как самоотверженно она трудилась на благо зрителя. Правда, забыла упомянуть, сколько она от этого зрителя получила. Любви, славы и денег. Собственно, чему тут удивляться? Пугачева со своими друзьями к загранице всегда дышала неровно. «Живи спокойно, страна. Да. Теперь у нас еще одна». Пользователи интернета нашли интервью Примадонны, записанное 34 года назад. Тогда слова Аллы Борисовны остались незамеченными. Возможно, Пугачевой прощалось все. «Когда я первый раз появилась за рубежом, это было в 1971 году, даже уже там, понимаете, я заплакала. Думаю, вот ничего не видим, ничего не знаем. Сейчас, когда у меня есть возможность посмотреть на мир, я вам скажу, что мне очень жаль нашу страну». Неудивительно, что не только сама Пугачева, но и все ее семейство постепенно перебралось за океан, не переставая одаривать поклонников словами любви и верности. «Мы несчастные люди, потому что мы не знаем, как жить. Вот я сейчас видела вот эти кинокадры, когда женщина говорит, «Да тут у меня все хорошо, да нормально же, лом, давай работать все». «Если бы она видела, собственно, как надо жить». «Как надо жить» Пугачева знает не понаслышке. Бывшие коллеги Примадонны хорошо помнят тот период, когда из милой компанейской Алла вдруг превратилась за знайку. «Она как скала свалилась на нее. Это деньги, это любовь, это пафос. Возникла вот эта совсем другая жизнь, другой образ. Она перестала ездить с нами в автобусах. Она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники». А когда появилась возможность уехать открыто, сделала это с удовольствием. Ведь втихаря вся семья Пугачевой уже давно обосновалась в Америке. Например, дочь Кристина делает вид, что она в антироссийской деятельности родственников не участвует и продолжает зарабатывать в России на концертах и корпоративах. Но отдыхать предпочитает в компании звездных беглецов иноагентов Чулпан Хаматовой, Максима Покровского, Дмитрия Быкова и других. Впрочем, усидеть на двух стульях очень сложно. Особенно, когда дело касается родины. Арбакайте прекрасно понимает, что примкнув к сбежавшим артистам, может уже и сама не вернуться домой. К тому же успеха в любимой Америке она так и не добилась. Поэтому сейчас Кристина, что называется, тихушничает. В соцсетях рассказывает исключительно о своей прекрасной жизни за океаном. Сегодня Клавочка закончила пятый класс, что в Америке означает переход из начальной школы в среднюю. Здесь этому придают очень много значения. Первый выпускной. И о бесконечных путешествиях. Мы на лодке тянем. Привет, певица, мама. Что-то, что больше. А недавно Арбакайте вспомнила о своих корнях. Нет, не в России, а в Литве, где живет отец певицы Николас Орбакас. Его навестить дочь приехала со всем семейством. Так, папу, давай, показывай. Главный аттракцион моего детства. Это был для меня аттракцион. Американские горки. Знакомые певицы говорят, что Алла Борисовна человек своевольный. Заслуженный артист России Александр Левшин хорошо помнит, как Пугачева любила давить на окружающих. И особенно на мужчин, которые были ей симпатичны. Однажды досталось и ему. Причем абсолютно ни за что. Банчик наш, ну, тогда еще работал. Он рассказывал какой-то анекдот длинный. С матершиной, с веселым. Ну, мужские дела там все. А она подумала, что это я. И она поняла, что пора зацепиться. Открывая дверь, она на меня вылила уша. Негодяй, как ты можешь так себя вести? Рядом со мной. И она меня просто вот так, бам. Александр Левшин уверен, что Примадонна на него взъелась лишь за то, что он был один из немногих, кто отказался быть фаворитом певицы. Когда мы в Риме, и она специально не взяла свою гражданскую муж Женю Болдину в поездку, чтобы наконец-то уже разобраться со мной, я вместо того, чтобы на выходных днях провести рядом с ней время, она все подготовила. И я с переводчицей удрал Ватикан и провел там целый день. И примерно лет 10 из 30, вот после того инцидента, у нас были очень натянутые отношения. Хотя там уже были и 2-е, и 3-е, и 10-е, и 20-е, там фаворитов было куча. Последней любовью уже немолодой Примадонны стал пародист Максим Галкин, который сейчас поливает Россию грязью и костерит Родину, на чем свет стоит, не задумываясь о том, как поклонники, притом не только его, но и Аллы Борисовны это расценят. Вообще, в своей внезапно появившейся любви к Украине, Галкин уже дошел до того, что запел на мове. Кстати, на своих концертах Галкин теперь частенько поет. Ну а что? Нужно же чем-то разбавлять несмешные антироссийские шутки. Муж Пугачева и сам признается, что частенько на своих выступлениях перегибает палку. Ну, захожу за кулисы и думаю, ну зачем я здесь это сказал? Ну, а я не должен. Зачем сегодня я это сказал? Оно мне было надо. Это моя еврейская сторона, мой сыпатель. Но уже поздно. Вот уже два года выступление Галкина строится на русофобских шуточках, которые уже всем порядком надоели. Некоторые страны даже начали отменять концерты юмориста, который превратился из хорошего комика в антироссийского шута. Ел он со своими шутками, прибаутками, антироссийскими там какими-то непонятными насмешками. То есть он уже не тот пугало, на которого можно приходить, на которого можно смотреть. Ближе всего к сердцу бегства Аллы Борисовны приняли жители деревни Грязь, в которой чета Пугачева и Галкина прожили много лет. На улице знаменитости появлялись нечасто, но всегда здоровались и были вежливыми. Особенно хорошими манерами отличался Максим Галкин. По словам жительницы деревни, супруг Примадонны производил впечатление высококультурного человека. Себя позиционировал всегда как человека такого очень интеллигентного. Он вел себя так очень изысканно, прям как, можно сказать, лорд. Но тут, когда обнажилось его, так сказать, нутро, человек невоспитанный и с достоинством, он как бы никогда себе не позволил таких вещей. Это значит, просто он с себя снял одежды и показал себя таким, какой он есть. С местными хозяева замка особо дружбу не водили. Да и как бы это сделать, если в те редкие прогулки по деревне к Пугачевой невозможно было подойти. Постоянно с вами. Вот последний раз я видал, она с детьми гуляла, значит, еще с подружкой какой-то и два охранника сзади. Однако к подобным мерам предосторожности соседи всегда относились с пониманием, потому что уважали Аллу Борисовну. Впрочем, замок – это не единственная дорогостоящая недвижимость Пугачева и Галкина в России. В Москве у юмориста были четырехкомнатные хоромы площадью 249 квадратов в элитном доходном доме, который построен по заказу князя Аболонского Нелединского-Милецкого. Потом Галкин переоформил правовладение этой же площадью на Аллу Пугачеву, а та, в свою очередь, отписала внуку. Цена на такую недвижимость превышает 100 миллионов рублей. А еще Никите Преснякову досталась известная бабушкина дача в подмосковной деревне Бережки. Вернее, это целое имение с причалом и корпусом для прислуги, которое для Аллы Борисовны построили в начале 90-х. До начала СВО звездный внук супруга и бывали часто в семейной резиденции. Но, видимо, чтобы недвижимость не простаивала, Пресняков выставил знаменитый особняк на продажу. Потом была историческая встреча у нее на Истре. Сейчас, к сожалению, этот дом уже в запустении. У Никиты Преснякова, а он уже в Америке. Я недавно видел этот дом, мне было очень жалко. Там все поросло. Изначально сумма роскошного дома была обозначена в валюте – 3 миллиона долларов. Однако позже ее перевели в рубли – 225 миллионов. Перед продажей вензель АБП на фасаде здания замазали. Впрочем, поклонники сразу узнали известную на всю страну дачу Примадонны. Фотографии из бережков периодически разлетались по СМИ, когда Пугачева встречала здесь гостей, коллег и журналистов. Внутреннее убранство уже, конечно, устарело. Повсюду золото и лепнина, много статуй, колонн, а в ванной – зеркальные стены. В доме площадью 800 квадратных метров есть спа-зона, бассейн, кинотеатр и бильярдная. Расположено это все великолепие на участке в 70 соток на берегу реки Истра с собственным причалом и даже лесом. Говорят, что Пугачева эту дачу очень любила. Сюда она приглашала своих гостей. Новички шоу-бизнеса приходили сюда с большой опаской и из кожи вон лезли, чтобы угодить Примадонне. Ведь для людей из окружения Аллы Борисовны везде был зеленый свет, а вот тех, кто ей не нравился, ждала незавидная судьба. Об этом хорошо помнят бывшие друзья Пугачевой. Попал ты в милость, все, ты в полном порядке. Не попал, все, считай, что можно завязывать с музыкой, и тебя никто никогда не увидел, слышит. Она могла решать судьбу людей, кого казнить, кого помиловать. Под горячую руку Аллы нередко попадали свои же коллеги. Тяжелый характер Пугачевой распространялся не только на коллег, но и на близких. Она любила показать, кто в доме хозяин. На фоне этих историй рассказы Лаймы Вайкуля о том, как они с Пугачевой бедствовали в Советском Союзе, выглядят очень неубедительно. Творчество Аллы Пугачевой всегда было для россиян особой ценностью. Ей могли простить все, что угодно, кроме, как считают россияне, подлого предательства, которым она перечеркнула все свои заслуги. Разочарованные поклонники прощать звезду не хотят, и видеть тоже. Впрочем, и сама Примадонна пока не горит желанием возвращаться. Кстати, и на Кипре она не собирается задерживаться, и планирует перебраться еще дальше от России в Великобританию. И вроде как успела даже слетать в Лондон, чтобы подобрать себе особняк. По слухам, поводом для очередного переезда стало состояние здоровья Пугачевой. Якобы пожилой артистке не подошел жаркий климат. По некоторой информации, певица надеется, что это будет последнее место жительства, и именно в Англии она проведет спокойную старость.